Привет, друзья, я Александр Преподобный. Сегодня говорим о том, как россияне хотят лишить Украину света, но при этом сами сидят в темноте. А в Москве горит торговый центр, который на самом-то деле не просто торговый центр. Поговорим также о начале призыва в Рашкостане. Сколько же призовут в этот раз? И почему Армения теперь навсегда уходит от России? Но простить вам этого! Мы никогда не будем! Оправдание в стиле фашистского нытья от Вовочки Соловьева. Да какого хрена вы, сволочи, вышли к посольству? Россия в Армении! Ну и как Скобеева убеждает россиян, что вариантов сбежать с фронта у них нет? Их все равно гонят на полигоны, заставляют целиться и кричать «бах-бах-бах». Ну начнем мы с темных, как Симонян после автозагара, новостей. В Туле полный блэкаут. Сначала в городе был услышан вот такой взрыв. А потом вдруг пропал в городе в свет. Ну а это же Россия. Страна контрастов, все нормально. Где-то темно, как в душе у Путина, где-то пылает, как в горле у Медведева. Смотри. Вообще все черное, просто все черное. И он полыхает оттуда. А вот это горит центр производства беспилотников. Ой, извините. Просто торговый центр под Москвой. Ну вы поняли. А это еще один, но уже в Москве. Примечательно, что на пожары или взрывы в столице уже вообще никто внимания не обращает. ЧП и прилеты стали для россиян нормой, получается. Неужели? Адули. Просто нагло обманули. Но наглый обман произошел и во временно оккупированном Крыму. Опять привет оккупантам в Севастополе. И я думаю, опять трава воспламенилась. Ну уж от других причин я не вижу. Но это ж точно не мы. Короче, только что что-то бабахнуло. Прям огромный взрыв. И вон там вдалеке виднеется дым. Это просто капец какой-то. Прям бабахнуло жестко. Вон там за горами дым. Жесть. Оу, мне кажется, что громко бабахнули в Карабахе азербайджанцы, используя то, что Россия всей армии застряла в Украине. Большинство, кстати, армии застряло тут навсегда. И бабахнули азербайджанцы прямо по машине российских, ну так называемых, миротворцев. В итоге минуснулись семь оккупантов. Из них высокопоставленный подводник, капитан первого ранга Иван Колган. А все почему? Потому что нефиг шастать по чужим странам. Сидите у себя на болоте и наводите порядок. Так какого хрена вы, сволочи, вышли к посольству России в Армении? Вот ваш предатель. Он сказал, что нет никакого Карабаха, есть внутреннее дело Азербайджана. Ни одного солдата не вывели. Из казармы не отправили защищать армян. А мы отправили. Цари наши миротворцы, а вы им в спину плевали. Эх, Вовочка-психушка, упорно не замечает, что не только плюют спину, но и в лицо. В прямом смысле, а не образно. Вот, например, Владимир Зеленский покинул зал заседаний ООН прямиком перед выступлением грустной лошадки Путина Лаврова. Отразвилась Зеленского российская делегация. Киевский клоун испугался Лаврова и выбежал из зала, не дождавшись выступления главы российского МИД. Лично я, честно, друзья, Зеленского понимаю полностью. Кто знает, вдруг слабоумие заразно и лучше от греха подальше. Ну, то есть от Лаврова. А то еще, не дай бог, прилетит в нашего президента. Таким диссонансом, жестким диссонансом прозвучало, конечно, выступление нашего министра Лаврова. Лаврова, да, ему нелегко, да, но он жестко вместе с Небензей ведут линию российских интересов. Это очень здорово, это очень правильно. Вообще выглядит как будто бы легко и непринужденно. А на самом деле это очень хорошо. Высококлассный дипломат. Они в окружении этих волков. И вокруг этих шавок. Вокруг этих шавок, да. Ну, честно, вот зачем вы превращаете программу в какое-то комическое шоу? С этого высококлассного дипломата смеется весь мир. Вот помните, друзья, как его выступление в Индии прозвучало, когда он заявил, что Украина, оказывается, начала войну, а они просто хотят ее закончить. Это на самом деле печально, потому что такой бред хавают только зет россияне. Да, Лавров всегда грустен. А тут еще и Зеленский его донимает. Хотя это же Зеленский, вроде бывший комик, а смеются почему-то с Лаврова. Да вообще, ради президента Украины на самом деле регламент даже нарушили. А вот что сделали ради Лаврова? Ну, кроме того, что выдали все-таки ему визу. Что я считаю, кстати, ошибкой. За трусофоб албанский премьер Рама, по-моему, да, который, отработанная десятилетиями процедула, регламент, никак Зеленский не мог... Священный Грааль Совбезов. Совершенно, да. Он никак не мог, Зеленский, выступать после генсека ООН. Нет, нахально, просто как бы предельно цинично. Зеленского затащили Зеленского вторым после, значит, генсека в разрез всем процедурам, всем регламентам. Ну ладно, то есть цинизм плюс безграмотность этого русофоба. Цинично и нахально. Вообще забавно слушать вот от людей, чья бессмысленная орда рассказывала нам, да мы только бровь приподнимем, Украина вся ляжет. А потом половина армии в эту страну зашли, уничтожить ее до основания, и застряли тут на полтора года. Застряли так, засунув головы глубоко в украинский чернозем, что торчат теперь только ЖОП. И чтобы остановить вот это вот все, что думает о России, то есть ЖОП, нам постоянно предлагают переговоры. Кто же затягивает конфликт? Запад. Глава Еврокомиссии Урсула фон Берлиайна с США официально заявила, что НАТО поставит Украине еще один миллион боеприпасов в февралью 2024 года. Фрау Урсула готова накачивать Украину оружием до предела, чтобы режим Зеленского продержался как можно больше. Маленькое уточнение, Оля. Режим Зеленского сейчас для россиян – это, по сути, есть Украина. Поэтому Урсула делает правильно. Как говорится, будь как Урсула, продолжай выгонять нечисть нашей земли и продолжай помогать Украине. Зеленский же что создает, какой образ? Мне кажется, даже он чуть-чуть в этот образ поверил, что Украина является центром борьбы за свободный мир. Он навязывает это своему населению, которое гонит на убой в эту большую мясорубку. Но это иллюзии проходят. И я думаю, что, к сожалению, у Украины очень печальная судьба. Если сохранится нацистский режим, если Украина хоть как-то сохранится в каких-то границах при этом нацистском режиме, что будет с этой страной? Экономика разрушена, земли проданы, сотни тысяч коллег, сотни тысяч убитых, нехватка трудовых ресурсов и, на самом деле, колоссальные долги. Да прям апокалипсис какой-то, ребят. Спасибо за заботу, а то мы без вас не заметили. Но у меня опять вопрос на логику. А какого черта вы делаете до сих пор на нашей земле? Для того, чтобы Украина что? Победила, ну в вашем понимании, и стала 22-й республикой? И у нас здесь был Кадыров вместо режима Зеленского? Как вы это видите реально? Исторически Украина проиграет. Поэтому лучший выход для развития этого государства – это смена режима и переход в нейтральный статус. О чем, кстати, предлагала Россия и до начала специальной военной операции. И сейчас считаем, что демилитаризация и деноцификация – это единственная возможность сохранения Украины и сохранения украинского народа. Это единственный шанс. Значит, Украины скоро не будет. Вы обо всем пожалеете. Значит так, ребят, послушайте. Вот недавно я был в Одессе. Это 500 километров от Киева. Да, там из-за постоянных обстрелов порта не очень уютно на морвокзале. Его перекрыли. Но от севера до юга украинский народ сохраненнее всех сохраненных. Да, за это гибнут наши друзья и родные. Да, это их заслуга. Но бросьте уже вот эту чушь пороть про спасение Украины через переговоры. Эту туфту вы расскажете своим мобикам. Мобикам. Кстати, про мобиков. Показывает, что из вновь получивших гражданство России молодых людей призывного возраста в 10 раз меньше поступают на службу по призыву. Я уж не говорю на службу в СВО. Добровольцами, контрактниками. Почему? Они забыли слова присяги, которые получали при получении паспорта. Или не понимали их вообще, как не понимают русский язык. Конкретное предложение для этой категории особое внимание уделить и сотрудникам МВД, и военкоматов. Но не только новоиспеченных россиян предлагает призывать депутаты Госдумы, такой как Нилов. У него есть планы на остальных? Все должны сегодня служить в армии, получать воинские учетные специальности. Видите, сколько у нас различных искателей приключений. Молодые люди призывного возраста, гонщики, диггеры, какие-то там, значит, как они, руферы практически готовы. Они смелые, такие дерзкие. Вот эти бойцы без правил на улицах, стрелки из травматического другого оружия. Вот все они, я думаю, что МВД нас поддержит и должны как раз сегодня служить в рядах нашей армии и флота. А некоторые, как по мне, сразу послушали на путстве и погнали управляться с оружием. А ну-ка посмотрите на этих балерунов. Кому не выдали оружие, тоже на фронт. Есть рецепт, как вас научить. Их все равно гонят на полигоны, заставляют целиться и кричать бах-бах-бах. Чувствуют они себя, при этом, по их же словам, полными и клиническими идиотами. А до этого они себя такими не чувствовали. То есть, идти умирать за ботоксного деда, это, в принципе, нормально. Не страшно умереть просто так, да? Ни за что. Нет? Ну ладно, пусть не переживают. Им поплавская сменных трусов пришлет, если страшно. И когда человек пишет, например, что, ну, чем эта бобенка, ну, это я, чем эта бобенка помогает? Носками и трусами? Да, носками и трусами в том числе. И носками и трусами. Это не то, что, слушай, как мне один майор сказал, говорит, Яна, особенно в начале войны, когда не было ничего, говорит, вы не беспокойтесь, каждый носок найдет свою ногу. И засмеялся. Они забывают, что они тоже носят трусы. Да. И эти трусы очень нужны, только там нет стиральных машинок. Понимаешь? И под жопу у тех, кто тут, ничего не капает. Я чудовище. Понимаешь? Я патриот, который поддерживает свою страну. Я зло. Это у меня звериный оскал. Не, Ян, ты тут не одна. Звериный оскал у всех, кто поддерживает войну против Украины. Говорят, у вас таких, кстати, половина страны. Я вообще не знаю, честно говоря, как в России можно провести сейчас какой-то соцопрос, но предлагаю расширить ассортимент, высылаемый для оккупантов, продукции от Яны Поплавской и к носочкам и трусам. Пусть еще добавят белые тапки. Вообще же всегда белая с черным красиво сочеталась. Если, друзья, вы поняли, о чем я и с этим полностью согласны, подписываемся на канал Грощи, ставим вот такой вот лайк этому видео и напишите в комментариях, какие новости достойны вашего, в первую очередь, внимания в следующем выпуске. Спасибо, пока.